Когда я родилась, моим родителям сказали, что нет шансов, что я выживу, и маловероятно, что я проживу только до шести месяцев. И мои родители очень сильно переживали. Я из семьи, дети верующих родителей, и мои родители принесли меня в церковь, и это была самая долгая молитва за ребенка, как сказала вся моя церковь, что они стояли в проломе, и они молились, молились мои бабушки, дедушки, все семьи, которые были в церкви. И врачи через какое-то время сказали, что стеноза нет, но есть аневризма и сердечная недостаточность, и нужно дальше обследоваться, что операцию можно сделать только к пятью годам. Родители продолжали молиться, и сердечная недостаточность, и митральный клапан ничего не проходило, и врачи уже не знали, что делать, кроме как операции. И прошло некоторое время, и мне уже стукнуло 18, и врачи каждый год говорили через два года, через два года, и каждый раз врачи говорили, что есть шансы выжить, но нужна операция через два года. И мы продолжали молиться, и когда я была в Питере, я поехала на конференцию на апгрейд в Псков, и там я получила слово, что я должна все оставить, учебу, работу, служение, уехать в молодежный год для Иисуса. Я верила, я молилась, что Бог, Он исцелит меня через этот проект. И когда я приехала в проект, у меня начались очень серьезные приступы, и моя команда очень сильно за меня переживала, и они молились, и верили, что я исцелюсь. Но каждый раз, когда я уезжала оттуда, у меня разрывало сердце, потому что я очень хотела дойти до конца, я хотела закончить этот проект, и для меня было это очень важно. И когда я приехала последний раз в Питер обследоваться, мне сказали врачи, что мне срочно нужна операция, потому что у меня за полгода очень сильно изменился диагноз, мне поставили третью недостаточность метрального клапана, и что мое сердце на грани, и если я в ближайшее время не сделаю операцию, я могу умереть. И я очень сильно переживала, и я думала, как это я уеду от команды, от всех, но все меня благословили и сказали, чтобы я ехала обязательно, и они будут молиться, чтобы я поскорее выздоровела. И это было в апреле, получается, я проходила ряд обследований целую неделю, и за неделю у нас потерялось много справок, и я не понимала, почему, хотя я верила, что, конечно, Бог меня может исцелить, но я уже сказала Богу, окей, пускай будет эта операция, может, Бог меня исцелит через врачей, может, нужна эта операция. И проходит какое-то время, проходит неделя, и перед отъездом, за день до отъезда у меня появляется кариес, и врачи не понимают, откуда он как бы там не должен был быть. И было два кариеса, и чтобы лечь на операцию, нужно пройти санацию полости рта. И получается так, что я ее не прошла, и мне сделали за час два зуба. На следующий день я уехала на операцию, мы приехали вечером с родителями и моей сестрой, и я была настолько напугана, что я говорю, мам, давай вещи в машине оставим, но вдруг повезет. И она говорит, нет, ну, быть готова ко всему, просто отдай все в руки Бога. И мы зашли в больницу, и врачи говорят, нам не нравятся твои УЗИ, нам нужно его срочно переделать. А я так не хотела, я устала, я хотела уже лечь на эту операцию, чтобы меня поскорее не сделали, и все закончилось. И получается так, что я зашла в палату, зашла в кабинет врача, она была очень серьезная, и она сказала, позовите всех остальных врачей, потому что, типа, мне не нравится ее УЗИ. И приходят очень много врачей, чуть ли не со всей больницы, кардиохирурги. И они стоят, и начинают громко смеяться, и я как бы лежу, мне вообще не смешно. И они начинают говорить, что, типа, нам что, ее зря резать? Я такая думаю, почему зря? Ну, типа, я же приехала специально на операцию, мне подтвердили все врачи. С Москвы, из Питера, с разных городов. И я спрашиваю их, почему вы смеетесь? И они говорят, потому что у тебя ничего нет. И для врачей это было, настолько чудом, что они сидели и не верили. И я говорю, как мне же было... Я сама не поверила, потому что я знала, что у меня такой диагноз, который даже после операции бы не сильно восстановился. И они говорят, ну вот на одном снимке вот так, а на втором вот так, и у тебя ничего нет. И даже те дефекты, которые мне ставили в детстве, шесть дефектов, от них даже шрамов не осталось, их в принципе не осталось. И врачи сказали, что это чудо, но тебе не нужна операция, и мы тебя выписываем. И они сказали, что за все время больницы существования, вот это в Санкт-Петербурге, город, больница Алмазова, они сказали, что ни разу не было такого, чтобы они выписывали пациента без операции. И получается так, что я выбегаю из палаты и говорю, мам, пап, мне не нужна операция. Они стоят, и они не понимают. Меня там положили даже в платную палату за полцены, чтобы я одна была, потому что я не люблю, когда много людей в больнице. И родители стоят и говорят, в смысле не нужна? Тебе же только что ее назначили, типа на госпитализацию, все. И приходит медсестра и говорит, мы выписываем вас, можете ехать домой. И папа у меня, он такой говорит, объясните как человеку, который вообще не шарит в медицине, как это возможно? Она говорит, я не знаю, как это возможно, но это чудо. Ну, как бы, вашей дочери не нужна операция. Типа вот документы, подтверждение, типа мы вас выписываем. Можете ехать домой, можно обследоваться там раз в год, ну, типа для себя, для спокойствия, но вам больше не потребуется операция, и вы можете спокойно дальше жить, заниматься своими делами или тем, чем вы никогда не занимались. И для меня это просто было такое чудо, потому что я очень сильно хотела вернуться в проект и все это закончить. И мы уехали из больницы, и это было прям на следующий день Пасхи. И для друзей моих из церкви это было большим чудом, что мне ничего не понадобилось, и я вернулась в проект, я закончила его и дошла до конца. Когда был такой период, когда я уезжала из проекта, и моя команда, они очень сильно переживали. Были такие моменты, когда я очень боялась кому-то сказать, что я там в омарок упала, или когда мне было плохо, я боялась показаться обузой в их глазах, и не хотела, чтобы это мешало моему служению, служению команды, потому что когда одному человеку в команде плохо, плохо другим. И я это прекрасно понимала, и я очень хотела, чтобы этого не было и не происходило. Но из-за постоянных поездок, и у нас был очень сбитый режим, мы просыпались в 6 утра, там завтракали, обедали в час дня, потом перекусывали непонятно чем, и ели только в 12 часов ночи, и был непонятный режим, потому что мы постоянно были в поездках, мы постоянно были на нервах, можно сказать, потому что мы тоже переживали за людей, которые были вокруг нас, мы за меня переживали, потому что я постоянно летала где-нибудь в обмороке, на лестницах, где-нибудь в каких-то непонятных местах, просто на улице. И первый мой приступ в проекте был тогда, когда была зима, и мы просто шли с ребятами домой, слава богу, что они были со мной, потому что я резко перестала видеть, и я просто упала, и я уже не помню особо, как я проснулась, но помню, что я проснулась дома, меня привезли на машине, мне приехала скорая, и тогда мне сказали, типа, вот у тебя случился обморок, тебе нужно срочно обследоваться. И эти падения происходили, происходили, я все не ходила к врачу, я боялась идти к врачу, потому что я всю жизнь бегала по больницам, и для меня это очень переживательный такой момент. И тут просто я записалась к врачу, когда я уже падала много раз в обмороке, и врачи сказали, что тебе срочно нужна операция, потому что вот у тебя уже третья недостаточность, что ты будешь дальше делать? Дальше, типа, все, у тебя уже, твое сердце просто на грани, и оно не выдержит. Если ты сейчас же не остановишься и не уедешь, обследоваться там, где ты прописан. И мне было очень тяжело говорить о команде, и я говорю, я собрала всех ребят, и я рассказала вообще с такими слезами, крокодилями, что мне нужно срочно уехать, и мне было очень тяжело уезжать, и они говорят, мы будем тебя ждать, мы верим, что ты исцелишься. Они молились за меня, постились, и неделю я пробыла дома, ну, здесь, в Питере, меня обследовали, потом я возвращалась домой, но я не хотела никому говорить, мне сказали, что есть шанс, что тебе не нужна будет операция, но он очень маленький, и, типа, обследуйся дальше. И получается так, что я очень переживала, я никому не сказала, что я приеду, я приехала сама, устроила им сюрприз, и они были все в шоке, когда я зашла в дом, и они начали меня обнимать, целовать, говорить, что вот, как ты нам так не сказала, мы хотели тебя встретить. Приходит месяца два-три, у меня начинаются опять приступы, я опять падаю в обморок, я теряю сознание, там, на уроках, еще где-то, и я опять седаю к врачу, и мне говорят, нет, тебе нужно ехать на операцию. И я все равно внутри себя боролась, и говорю, нет, я не хочу ехать, потому что я верю, что Бог меня исцелит. Врачи смотрели на меня, как они нормальны уходят. И тогда я поехала в Москву, и мой дядя, он обследуется очень давно у одного профессионального доктора, у него несколько премий, он с Израиля, и к нему очень трудно попасть, и он, в принципе, у него один прием стоит от 10 тысяч, и он просто так никого там, кого попало, не берет, так скажем. И дядя дает нам номер, говорит, позвоните ему, он вас примет. Я с ним договорился. Мы такие думаем, ну ладно, позвоним. Мама звонит ему, говорит, здравствуйте, могу ли я, можем ли мы сегодня подъехать с моей дочерью, она объяснила диагноз, и он сказал, а вы от кого? Он говорит, мы от Дмитрия. Он говорит, хорошо, приезжайте. И мы приезжаем в эту больницу, мы приезжаем, и нас там хорошо встретили, и все, мы заходим в кабинет, а у этого доктора, у него как доктор Айболит был, потому что у него было очень много игрушек вокруг, всяких премий, статуэток, и на столе у него лежала Библия, и для меня это было, ага, он, наверное, верующий, и он рассказал свою историю, что он еврей, что у него есть свои принципы в жизни, морали в жизни, и он попросил меня объяснить все то, что я проходила, почему у меня были обмороки, и как я себя чувствовала при этом. Он начал меня обследовать, слушать, и сказал, да, тебе нужна операция. И к нему было очень трудно попасть, и он говорит, знаешь, он говорит, я верю в чудо. И он сказал мне это напрещание, в его глазах была настолько доброта, настолько сильно он верил как будто в то, что какая-то девочка может исцелиться. И я ухожу, мы спрашиваем, ну, типа, сколько стоил прием, он говорит, нисколько, это подарок. И мы стоим с мамой в шоке, потому что реально мы посмотрели цены, сколько у него стоит все, и все это очень дорого, и он просто нас благословил. Может быть, он сам этого как-то не понял, но мы поняли, что для нас это было большим чудом и благословением. И оказалось, что мой дядя не успел с ним договориться, но он все равно нас принял, и это тоже было чудо. И еще был такой момент в жизни моей, что когда меня взяли в проект, я получила слово, что я должна написать книгу о миссии. И я думала, нет, вот я и писать что-то или читать, это не мое вообще, потому что я художник, и что-то написать или сформулировать для меня трудно. И я молилась, и я поступила в проект, и просто у меня начало появляться очень много идей, очень много мыслей по поводу миссии. И я написала книгу, она называется «Маленький шаг веры для большой победы». И для меня это была реально такая маленькая вера и такая большая победа, что я смогла дойти до конца. И в этой книге я написала о своей команде, о каждом человеке отдельно, о том, что каждый пережил, о том, что каждый чувствовал в проекте, и разные конфликты, как мы их решали, как мы распространяли Евангелие, как мы говорили людям о Христе в тех местах, в которых люди обычные бы туда не поехали бы никогда. И для меня это было очень сильно, и я не хотела говорить команде, я хотела сделать сюрприз. И прошло где-то 7 месяцев, я уже практически написала книгу, и мы поехали на московскую конференцию, большую всероссийскую. И я туда приехала, и я реально ждала какого-то ответа, что нужна ли мне эта книга вообще, нужно ли мне ее выпустить, и нужно ли мне как-то рассказать ей, ну, другим людям о этой книге, про миссию, про людей, которые в ней написаны. И я молилась, и уже был последний день. И там был пророк, он был с Африки, и он сказал, что он хочет пророчествовать нашей команде. И получается так, что он за всех умолился, а я стояла как бы в стороне. И он подходит ко мне, и моя команда стоит вокруг, и я про себя думаю, если он сейчас скажет про книгу, это будет для меня большим откровением, что я точно должна ее выпустить. И тут он мне просто говорит, ты сейчас пишешь книгу, и ты должна ее дописать, потому что Бог сделает через нее большое благословение для других людей, не только для тебя. И я стою и понимаю, что это тот ответ, как будто я ждала его всю жизнь. И моя команда стоит и узнает о том, что я написала книгу, хотя я хотела сделать им сюрприз на выпускной. И проходит какое-то время, я заканчиваю проект, и я молюсь дальше, как мне ее выпустить, как сделать. И через две недели у меня выходит эта книга. Я верю и я молюсь за то, чтобы каждый, кто сейчас услышал это свидетельство, он мог понять, что для Бога нет ничего невозможного, что то, что вы переживаете сейчас в своей жизни, то, что вы проходите через какие трудности, Бог, Он не зря проводит вас. И фраза, которая запомнилась мне на всю жизнь, это то, что Бог все усмотрит, и для Него нет ничего невозможного. И прежде чем вы устроите отношения с Богом, Бог устроит отношения с людьми, с вашей жизнью, с вашими финансами и здоровьем. Я верю, что Бог, Он сделает все невозможное для вас. Субтитры создавал DimaTorzok